Девушки отдыхают Что насчет того, чтобы сходить в Щелковскую художественную галерею? В это воскресенье у вас есть последний шанс посетить сразу две выставки. Студия изобразительного искусства Татьяны Медведевой и Сергеева Посада и персональную Ольге Федотовой из Королева. Уверена, что их творчество никого не оставит равнодушными. Улетим не в Париж, не в Италию, в Загорянку, где клязьма течет. Восьмой фестиваль поэзии и песни памяти Анатолия Ветрова, известного поэта Щелковской земли. Поэзия Анатолия Ветрова собирает друзей. Состоится в эту субботу, 10 августа в 17.00 в Загорянском. Вас ожидают выступления разных артистов, поэтов, ученых, общественных деятелей, композиторов и бардов. Теперь перейдем к спортивным мероприятиям. 10 августа в 11.00 на стадионе «Спартак» в Загорянском пройдет событие, посвященное Дню физкультурника. Профессиональному празднику преподавателей физкультуры. Прийти должны все, кто имеет отношение к спорту. Тренеры, студенты и выпускники профильных учебных заведений. Люди, которые ведут здоровый образ жизни. Как вы относитесь к пляжному волейболу? На городском стадионе на Дальнем Воронке 10 августа весь день команды будут соревноваться в этом непростом виде спорта. С 10 утра до 5 вечера. Ну а если вы захотите в следующий раз побывать в роли спортсмена, то собирайте команду и приступайте к тренировкам. Что для этого необходимо, вы знаете. Песчаная площадка, волейбольный мяч, сетка и ваше желание. Занимайтесь спортом и будьте здоровы! На этой неделе в кинопрокат вышло сразу несколько интересных картин. Одна из них «Однажды в Голливуде» — девятый фильм Квентина Тарантино и картина, перемещающая нас в конец 60-х годов. Главный герой фильма — известный актер и экс-звезда телевизионных сериалов Рик Далтон в исполнении Леонардо Ди Каприо. На парниках у него каскадер Клифф Бут в исполнении Брэда Питта. Стоит ли говорить о том, что тандем Ди Каприо Питт работает как шестизарядный револьвер в руках умелого ковбоя, четко и без осечек, срывая восторженные овации у благодарной публики. К тому же это предпоследний фильм именитого режиссера. В скором времени он обещал уйти из профессии. Так что другой возможности посмотреть его картины может и не представиться. Помните мультфильм про Дашу-путешественницу? Тогда данный анонс для вас. 8 августа на большие экраны вышел семейный приключенческий фильм «Дора и затерянный город» киноадаптации известного мультика. Дора так зовут девочку в оригинальной англоязычной версии. Практически все детство провела в джунглях, где работали ее родители и следователями. Но никакие прежние приключения не могли подготовить девушку к опасностям старшей школы, непониманию, соперничеству, зависти. Вдобавок таинственным образом исчезают и ее родители. Но она не опустила руки и отправилась на поиски родных. На пути к цели Дору и ее друзей ждет масса испытаний, а также леденящая кровь-загадка потерянной цивилизации. Советуем смотреть всей семьей. На сегодня на этом все. С вами была Мария Буржинская. Проведите выходные весело. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!